Доброе утро, страна! Сегодня пятница, 20 января, в эфире программа Жанакун. Мы благодарим коллег за отличное начало программы, и мы продолжаем выпуск. В конце 19 века в Японии появился новый вид единоборства – дзюдо. Оно было создано на основе джиу-джитсу. Постепенно его философии и приёмы стали известны во всём мире. Сейчас этот вид спорта по-прежнему остаётся популярным. Наши корреспонденты подготовили интересный материал на эту тему. Минувший год для казахстанских дзюдоистов был удачным. Яркий тому пример – успехи на главном спортивном событии четырёхлетия. Наши дзюдоисты завоевали серебро и бронзу на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. В нашей стране этим видом спорта занимается 23 тысячи человек. В мире таким видом боевого искусства увлечены более 20 миллионов человек. Самое главное – это безопасность. То есть никаких ударов в голову, никаких ударов в принципе. Мы учим детей правильно падать, так как это броски. Если ребёнок учится правильно падать, риск травмы минимален. Поэтому это наиболее безопасный вид спорта из тех видов спорта, которые подразумевают контактное единоборство. Это, безусловно, сильнейшая физическая подготовка. Это сила. Это кардиореспираторная выносливость. Это правильное формирование мышечного скелета. Это функциональность. Полгода назад Оспан Аханбаев привёл своих сыновей в школу дзюдо. За такой короткий период 7-летний Умар и 5-летние близнецы Абубакир и Алибек сильно изменились. Во-первых, это потому что дзюдо – это ради самообороны. И во-вторых, конечно, это просто спорт. Это большой спорт. Это всё-таки борьба. Олимпийский вид спорта. Ну, это как бы всё сказано. Спорт есть спорт. А результаты, конечно, есть. Это, во-первых, уже ребёнок стал себя уже по-другому вести. У него, во-первых, появилась дисциплина, уверенность. Помимо спорта, у них появились именно… Отличаются именно способности в школе. А сейчас вы увидите, как проходит активный тренировочный процесс. После традиционных поклонов – разогревающие упражнения. Затем тренер показывает один из приёмов – бросок, удержание или другое действие. После этого юные дзюдоисты оттачивают показанную технику. Большое значение для удачного броска имеет крепкий захват. При этом схватка с противником ведётся как в вертикальном положении, так и в портере. Мастер спорта Казахстана, обладатель чёрного пояса под дзюдо, Курал Сомалиев считает, нагрузки нужно давать постепенно. И каждый родитель хочет, чтобы его сын выиграл кого-то, принципиального соперника, да? Но это неправильно. В таком возрасте ребёнка ни в коем случае нельзя грузить, никаким образом давить на него психологически. Потому что после таких нагрузок он в каком-то возрасте, уже 14-15 лет просто надломится, и у него пропадёт желание просто бороться, выйти на ковёр. Слов «не могу» на татаме не существует, говорят тренеры. Главная задача – воспитать лидеров, уверенных в себе ребят. Когда ему родители одели кимоно, и он теперь ходит не в футболке, он одел кимоно, он причастен к этому, ко всему. И у него получается бросок, и тренер его похвалил. Вот тут планка самооценки растёт просто на глазах. Это очень важно. Мальчика нужно хвалить, мальчика нужно давать ему возможность перебороть собственную лень, собственные страхи, и формировать этот мужской характер. Каждый человек может найти себя в этом боевом искусстве. Здесь неважно, какой у вас возраст или пол, ведь в дзюдо ценится не только физическая сила, но и ум, и взаимное уважение. Айман Кай, Ильхам Аюпов, Жанак Кун. Рецептов для завтраков много, всех не упомнишь, а искать, ну, иногда просто времени нет. Поэтому прямо сейчас мы приглашаем вас на нашу кухню. Давайте приготовим что-нибудь вкусненькое вместе. Тимур, доброе утро. Доброе утро. Мы идём к вам на помощь, пойдёмте что-нибудь придумаем. Я думаю, что у Тимура уже всё придумано и готово, да? Конечно. Что мы сегодня делаем? Сегодня мы будем готовить фруктовый салат с йогуртом. Очень полезный завтрак. Супер. Делается легко и просто. Тимур, для зимнего завтрака очень летний рацион у нас. Что в тарелочке сегодня? В тарелочке сегодня банан, два киви, апельсин, зелёное яблоко, гранат, йогурт и мяту используем для декора. Отлично. Кстати, Кирилл, я с тобой не согласна. Это вообще-то зимние, да, фрукты считаются? Зимой нам необходимы витамины, поэтому зимой как раз-таки нужно кушать побольше фруктов, ягод всевозможных. Здорово. Ну давайте приступим. Давайте. Мы готовы. Вам два киви. Надо будет очистить. Мне? Хорошо. Я давайте что-нибудь. Давайте яблочко. Давайте. Мелкий. Вам нет, надо будет порезать дольками. Ага. Хорошо. Сначала дольками пополам и маленькими дольками. Скажи, пожалуйста, как их правильно чистить? Как картошку? Да, как картошку. Можно и взять маленький ножик, если есть. А я вот привыкла всё большим делать. Нам. Ага. Так. Необходимо. Фруктовый салат. Ну вот я думаю, на завтрак. Это скоро будет? Ах, ты неправильно делаешь. Вы же сказали дольками. А, я сделал кругляшками, да? А теперь можно дальше дольками, да? Можно дальше дольками. Можно за мной повторять. Я, в принципе, нарезка будет у нас одинаковая в салате. Ага. Ну, уже тогда я кругляшки закончу? Да, конечно. Нет, ну зачем нам кругляшки? Я понимаю, что будут дольки. А, я поняла. Соломочка такая будет, да? Да, мы снимаем кожицу и режем на три части. А, на три части. Сначала дольки, потом... Так, это сложно. Вот ты повторяй. Вот разрежем. Да, повторяйте за мной. Здесь ничего сложного нет. Всё очень просто. Да. Отлично. Снимаем сердцевину. Убираем в вашем случае семечки. Угу. А вот скажи, если нет, допустим, какого-то там, ну, банана нет, можно и без банана, или чем-то заменить? Можно заменить мандаринами, не знаю. Тоже всё зависит от вашего вкуса. Здесь фантазия в вашу пользу. Ага. А вот скажи... Нету незаменимых продуктов. Это вот завтрак. Прямо вот можно же это заменить полностью. Не как десерт на завтрак, а именно вот такой завтрак, да? Да, конечно. Он очень сытный, калорийный. Сытный, калорийный, правильно. Да, там много углеводов, которые нам необходимы для работы, для повседневной жизни. Так, Тимур, вот я почистила. И что мне с ним делать? Тоже дольками? Да, режем крупным. Кожурку тоже убираем? Или здесь можно? Кожурку не надо убирать. Потому что, по-моему, в кожуре, по-моему, все витамины находятся. Ну, кто-то говорит, да, витамины. Кто-то спорит, что наоборот, витаминов там нет, и его надо убирать. Да ты что? Да, я честно говорю... Так, наверное, не сошлись никто в едином мнении. Да, так и не сошлись. Смотри, я вот делаю так. Да, все правильно. И пополам. И пополам. Да, вот так. Все. Можно складывать... Я могу даже сказать, что это такая крупная нарезка, да? Да, крупная нарезка. Угу. Нам, чтобы было удобно. Отлично. Складываем все в эту чашечку. Я займусь бананом. Ага. Банан очищаем. Да, очищаем банан. Нет, кожуру мы не кушаем. Хотя, кстати, я недавно где-то услышала, прочитала, что тоже есть витамины, что и нужно сжевать эту кожуру. Позвольте, Тарелла. Пока, конечно, помыть хорошо. Представляешь? Ну, я не знаю, я не пробовал. Можно как-нибудь попробовать, Даша. Да, действительно, надо как-нибудь попробовать. Режем тоже крупными колечками банан. Угу. Закладываем все в наше блюдце. Так. Наш, так сказать, салатник, да, можно сказать? Да, салатник такой. Берем ложечку. И добавляем йогурт. А вот теперь какой йогурт, расскажите, сладкий, не сладкий? А какой вы любите? Обезжиренный. Обезжиренный? Кладем обезжиренный. Все зависит от того, что вы любите. Да. Конечно. Мне кажется, даже не обязательно сладкий, потому что фрукты ведь сладкие. Да, фрукты сладкие, сочные, спелые. Можно даже просто беленький обычный, да, без всяких добавлений. Без ароматизаторов там всяких. Просто какой-нибудь ванильный, не знаю. А можно, наверное, и кефир. Да. Для тех, кто сейчас задумывается о количестве калорий, сколько в этой чашке примерно? Здесь, в основном, углеводы. Да, здесь нету белковой пищи. Здесь одни углеводы. Это полезные углеводы. Конечно, это полезно. А завтрак у нас должен быть всегда полезным. Ну, красота просто. Мы декорируем все это гранатом и мятой, да? Нет. Нет. Подайте мне тарелочку белую, пожалуйста. Пожалуйста. Ах ты какой, ты думал, что ты все знаешь, да? Будем выкладывать на эту тарелочку. А это нам пригодится для декора уже после того, как мы выложили. Все понятно. А, так все-таки для декора. Красота. Красота. Я думаю, лучше завтрака и не придумать. Вообще, на самом деле. Если вы держите диету. Диету. Да. Ну, хорошо. Для девушки согласен. А вот мужчине, которому нужно на работу, целый день он будет пахать. Мне кажется, вот этого завтрака ему будет крайне недостаточно. Можно два завтрака. А можно туда кусочки мяса добавить? А ты знаешь, это может быть вторым завтраком, правда? Да, вторым завтраком вполне. Точно. Рано утром каша, да? А это, ну, скажем, часов в один. Вот, кстати, там с собой возьмешь. Конечно. Ну, а хотя, да. Так, если, конечно. И мятка. Мятка, мятка, это прекрасно. Мяту. Травка. И у меня еще есть сюрприз. Такой вот цветочек. Классно. Ой, какая прелесть. Вот такой вот салатик у нас. Ну что, пора показать это творение нашим телезрителям? Да, конечно. Мы его просто приподнимем, чтобы рассмотрел зритель во всей красоте. Красиво, полезно, вкусно, сытно и обалденно красиво. Приятного аппетита. Запах замечательный. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Надо с детства закаляться, надо спортом заниматься. Кто сказал, что фитнес-клубы необходимы только взрослым? Дети также активно посещают тренажерные залы. Будущее тяжелой атлетики в надежных руках. А этот мальчик обладает настоящим талантом и невиданной смелостью. Готовиться к международным гонкам нужно начинать с детства. Маленький спортсмен решил сделать акцент на дрифт. Перед нами будущий олимпийский чемпион по тхэквондо. Ребенок до автоматизма отработал технику ударов ногами. В этом доме живут фанаты Геннадия Головкина. Отец лично следит за тренировками сыновей. Любовь к чтению всегда считалась признаком высокой культуры. И сейчас в Казахстане набирает обороты так называемый буккроссинг. То есть обмен книгами. Наши корреспонденты подготовили любопытный материал. Давайте узнаем. Инициаторы движения «Буккроссинг» решили дать проекту новую жизнь. Прямо сейчас сотрудники Государственного фонда развития молодежной политики Алматы запустят в интернете эстафету. Мы призываем не только молодежь, но и всех жителей Алматы принять активное участие в эстафете. Вот я принесла свою книгу, совсем недавно ее купила, с интересом прочитала и теперь хочу поделиться этим произведением с другими. Сейчас я оставлю ее в этом домике, а фотографию книги выложу в социальную сеть с кратким описанием сюжета. Думаю, эту эстафету подхватит, и мы привлечем внимание к буккроссингу. Изначально идея акции по обмену книг появилась в 2014 году, когда сотрудники фонда провели мероприятие по сбору макулатуры. Со всех сторон нам посыпались звонки о том, что у них есть книги, старая библиотека и так далее, которую, к сожалению, некуда девать в связи с переездом и так далее. Мы выносили предложение о том, что, вы знаете, мы не хотим сдавать свои книги на макулатуру, мы хотим их передать в добрые, хорошие руки. Молодые специалисты этого учреждения сразу же взялись за дело, и в скором времени в одном из парков появились домики-споречники. Но живут в них не птицы, эти объекты стали временным хранилищем книг. Движение буккроссинга, оно популярное уже за рубежом. Сама идея, в чем это движение состояла, в том, чтобы освободить книги. Ну, то есть, чтобы они не стояли у вас на полках дома, не пылились, а чтобы двигались, чтобы их читали. Когда поставили эти скворечники, мы везде написали, мы, значит, начали призывать людей, и со всех сторон к нам посыпались звонки. Возьмите наши книги, заберите. Мы прям ездили по городу и собирали эти книги. Собирали, у нас прям целый склад образовался вот из этих книг. Поначалу инициаторы движения каждую неделю пополняли домики новыми книгами. К акции даже присоединился один из книжных магазинов, который подарил активистам несколько новых изданий. А потом и сами горожане начали не только брать, но и приносить взамен свои книги. Но резонанс вокруг движения понемногу начал угасать, и тогда сотрудники Фонда развития молодежной политики решили вновь разжечь интерес алматинцев к буккроссингу. Мы не хотим на этом, конечно, останавливаться, да, раз мы уже заявили о том, что мы будем теперь искать другие какие-то места, там, где хорошая проходимость, да, вот метро, там, или же вот, ну, возле этих книжных библиотек, может быть, может быть, каких-то университетов, да, там, где большое скопление вот именно молодежи. Мы думали, мы только для молодежи сделаем, а у нас больше, ну, как бы, отклик был именно со стороны старшего поколения. Эта идея получила большую поддержку в интернете. Молодые люди создают сообщество в социальных сетях и пишут объявления о том, где и какие книги можно обменять. Даже популярность гаджетов не стала препятствием распространению буккроссинга. У меня у самой есть электронная книга, вот, где помещается очень много, да, книг можно закачать и так далее. У меня на телефоне установлено приложение для чтения книг, вот, вот, но это не означает того, что книги в бумажном варианте перестали интересовать людей, а также книжные магазины полны людей, которые ищут новинки или классическую литературу, вот. То есть популярность их не теряется. Во время съемки мы стали свидетелями того, как прохожие заинтересовались домиками. Гуляющие в парке молодые парни нашли здесь кое-что интересное. Обратил внимание на эту книгу «Алматы. Архитектурные хроники». Тут всякие картинки. И мне было интересно посмотреть, как город развивался, как он строился. Идея очень хорошая, мне понравилось то, что можно, допустим, прийти, взять книжку, почитать ее и вернуть ее или там докинуть свои, чтобы можно было, чтобы другие люди тоже могли это почесть. Инициаторы буккроссинга надеются, что виртуальная эстафета привлечет еще больше интерес к их проекту. Они призывают всех казахстанцев присоединиться к движению. Жулды Салимова, Ильхам Аюпов, Жанакын. Обычно, когда человек недоволен собой, у него все идет не так. Не то настроение, все валится из рук. И вот именно поэтому от этого чувства необходимо избавляться. С чего же начать? Об этом мы сегодня поговорим с психологом Шинар Наурзбаевой. Шинар, доброе утро. Доброе утро. Ну и сразу спрошу у вас, вот в чем причина, что человек недоволен собой? Сразу хочу начать. Недовольство – это недооценка того, чего мы имеем. И этому подвержены многие. И подростки, и взрослые – это такое ощущение, можно наблюдать у многих. Многие считают, что причина недовольства собой – это просто какая-то такая дурная привычка. И не обращают на это внимания, живут с этим чувством. Хотя, если рассмотреть эту причину глубже, конечно, да, нужно стараться справиться, работать над собой. И уже в затянувшихся случаях, когда уже вырабатывается определенный комплекс, обратиться к специалистам. Шинар, скажите, пожалуйста, а есть ли у этого чувства некие положительные стороны? Быть может, это превратится в некий стимул, какую-то, может быть, мотивацию? Да. Есть ли недовольство с собой именно в начальной стадии, когда человек в малых дозах? Ну, например, недоволен своей фигурой, да, скажем. И начинает ходить в спортзал, утренние пробежки, правильная питанция. Ну, а если братик лучше недоволен своей жизнью, например, тогда же? Да, если недоволен своей жизнью тоже, да, точка отчёта всегда должна быть от себя. Первым делом надо жить здесь и сейчас и полюбить себя. Вот с этого начинаете избавляться от недовольства с собой. Всё-таки принимать данность, она всегда имеет положительный момент. И с большого-большого процента всегда есть такой момент, который тебе нравится. Надо вспомнить это состояние и начать жить с того момента. Ну, это вообще очень сложная проблема, мне кажется, вот полюбить себя, хотя об этом все говорят, да, целый комплекс. Это, ну, вообще и проблемы с детства идут, и приобретённые. Но вот всё же почему от недовольства нужно избавиться? Ну, вот давайте всё-таки вот вернёмся к тому, как вы начали, откуда они берутся. Ну, проблемы с детства, да, там где-то слишком критиковали, где-то слишком много требовали, вы не соответствовали этим нормам, и у вас образовался какой-то комплекс. На взрослой жизни это самооценка, как мы знаем, да, она бывает завышенная, нормальная и заниженная. Очень многие люди вот испытывают заниженную самооценку, вот что-то сделают, и обязательно вот им что-то не понравится. Такая какая-то мелочь, они её накручивают, накручивают, и получается, что вот, ну, вырабатывается такое недовольство с собой. Второе очень большое значение – это социум. Все мы живём в социуме и зависим от мнения. Кто-то на это очень сильно ведётся, другое мнение, чужое мнение для него… Плохо сказали и сразу настроение упало. Да, 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 для него очень важно. Он начинает переживать, он начинает эту вот, казалось бы, мелочь очень глубоко воспринимать, и в итоге вырабатывается огромное недовольство с собой. Ну и третье – это вот от внутреннего содержания, как ни крути, ни верти, мы к нему возвращаемся, да, человек должен любить себя. А вот скажите, вот, Кирилл, ты, наверное, замечал, что есть такие люди, которые вот очень собой довольны, они себя любят, они… Вот у них всё прекрасно. Как вы думаете, это маска или бывают такие люди, которые вот просто всё это перебороли и довольны собой? Ну, это отношения, да. Тут сказать, что… Мне такие люди, честно говоря, не очень нравятся. Они очень самовлюблены. Ну, бывают счастливые люди. Частливые, да, да. Да, бывают. Они просто относятся к этому легко. Они могут отпустить какую-то ситуацию, они могут принять какую-то ситуацию. Нет, разные люди бывают, конечно, да, и имеют место быть и такое отношение к себе и к этой проблеме, недовольство с тобой. Ну, конечно, да, это… Но нужно быть немножко к себе самокритичным. Нужно, да. А не так, что я сделал плохо, но всё равно я красавчик. Да, да, да. Скажите, пожалуйста, вот с точки зрения психологии, с точки зрения специалиста, какие будут рекомендации для тех, кто вот решил себя перебороть и избавиться от какого-то, может быть, чувства неуверенности? Да. С чего начать? Да, очень хороший вопрос. Вот если вы вот замечаете за собой, что вас очень часто вот посещает такое недовольство с собой, вы начинаете в себе копаться, что-то вот выискивать, надо уметь вести разговор с самим собой. Вот прям остаться наедине с собой и… Честно. Поговорить, честно поговорить с собой, да. И ваши, вот я ещё раз повторюсь, обязательно будут моменты, когда вам было хорошо, когда у вас что-то получалось. Да, конечно. Вы действительно что-то можете, вы можете добиться, вы можете научиться, вы можете работать над собой. И вот эти моменты, если они затягиваются, недовольство с собой, от них надо избавляться. Это ни в коем случае… Может перерасти в проблемы, да? Может перерасти в комплексы, да. И вы будете проблемны потом не только для себя, вы будете проблемны для общества, да. Для близких. Для близких, да, для семьи. Поэтому от этого надо избавляться именно разговором с самим собой. Вот надо всегда уметь разговаривать с собой, анализировать свои поступки и находить положительные моменты. Только положительные моменты, да. Согласна, абсолютно. Спасибо вам, Шинар, большое за интересную беседу. И с Новым годом вас! С Новым годом! 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 приветствуют друг друга, после чего начинается прение. Акны раскрывают актуальные темы. Когда словесная дуэль подходит к концу, определяется победитель. Сам я воспитывался на участии в айтысах телевизионного формата. Мы выступали вместе с известными акнами того времени, многие из которых учились вместе со мной в казну имени Аль-Фараби. Именитые айтискеры считают своим долгом передать накопленный опыт и мастерство молодым последователям. Они участвуют в составе жюри, на состязаниях, преподают казахскую литературу. Акын Даулиткирей Капуло считает, что импровизированный поэтический спор играет особую роль в сохранении богатства казахского языка. Я рос в творческой семье, родители моей Акыны. Мама тоже преподавала казахскую литературу, поэтому книг в доме было много. У нас часто гостили поэты, киши, певцы, и это предопределило мое будущее. Уже с 4 класса я начал принимать участие в айтисах, а когда учился в 9 классе, мы переехали из Монголии в Казахстан. И уже на родине я продолжал выступать. Около 90% всех отечественных айтискеров – филологи. Эксперты казахского устного творчества отмечают, что для участия в импровизированных состязаниях не нужно иметь специальное образование. Чтобы стать профессиональным айтискером, необходимо много практиковаться, быть поэтом, артистом и владеть инструментом. Меруэр Джекиянова, Талаб Жакупов, Жанакуна. Когда малыш картавит и не произносит некоторые звуки, это умиляет взрослых. Но позже восторженность меняется тревогой. В каких случаях нужно обращаться к специалисту и почему нам сегодня расскажет логопед Оксана Челок. Доброе утро, Оксана. Доброе утро, Оксана. Действительно, малыш так умилительно. У меня дочка говорила всё правильно и даже нечего рассказать про детство. И вот он неправильно говорит. Вот скажите. Ну, казалось бы, ну и пусть, да? Но ведь нужна чёткая, правильная речь. А вот почему нужна и кому она нужна? Здесь есть два момента. Если ребёнок говорит неправильно, и мы поддерживаем его в этом, неправильная речь закрепляется. А к школе мы, соответственно, много звуков у ребёнка недостаточно сформирована. Ребёнок косноязычит. Его не понимают сверстники, его не понимают родители. А мы общаемся только с теми, с кем, кого мы понимаем. И зачем нужна речь, да, красивая речь? Речь – это визитная карточка каждого человека. Мы мыслим. Как мы мыслим, так мы и говорим. То есть есть ещё и письменная речь, конечно, есть вообще абсолютно безречивые люди, но которые умеют очень красиво писать. Есть такой феномен. Это писатели, люди искусства. И тем не менее мы всё-таки воспринимаем человека по тем критериям, как он говорит. Расскажите, пожалуйста, об основных причинах появления неправильной речи у ребёнка, например. Это могут быть физиологические, органические причины. Это может быть неправильно сформированный артикуляционный аппарат, прикус, какие-то родовые травмы. И это может быть сформировано социальной средой. Это вот как раз о чём мы говорили, да. С ребёнком не нужно разговаривать на уровне мафонька, кафонька, ням-ням. Нужно разговаривать красивым литературным языком. Всё-таки копии копирует он вашу речь. Ну, понятно, что маленькие они всегда ещё так неправильно говорят. А вот в каком возрасте он должен уже перестать коверкать слова и звуки? До 4 лет он должен перестать коверкать все звуки. В 5 лет до 5 допускается ещё непроизношение соноров. Это звуки R и L допускается. После 5 уже обращаемся к логопеду за исправлением этих звуков. И вот здесь очень важно понимать, логопед – это в первую очередь врач, педагог или психолог? Это в первую очередь педагог, который работает в здравоохранении. Вообще на логопедов обучают у нас гуманитарные вузы педагогические. Да, вот интересно. Хотя это, в общем, специалист врача. В Европе, на Западе, это медицинская специальность. У нас как бы вот так. Он должен очень хорошо знать анатомию, невропатологию, психологию, естественно. Потому что сами по себе речевые проблемы – это просто как симптом. Чаще всего это бывает гораздо сложные, то есть очень сложные нарушения именно в пренатальном периоде. А скажите, а вот сами родители могут справиться, научить ребёнка, или всё-таки нужно обращаться к специалисту? Ну вот только своим примером, да, если вот о чём мы говорили. Да, правильно произносить. Именно, то есть формировать правильные звуки, конечно, будет логопед. То есть у него есть свои методики, свои методы работы, инструменты, с которыми он работает. Оксана, и в завершении нашего диалога вы не могли бы рассказать нашим телезрителям, родителям, особенно новоиспечённым родителям, о каких-то хотя бы первостепенных, самых простых упражнений, которые можно прививать своему ребёнку? Ну вот для развития речевого дыхания необходимо будет приобрести дома, иметь мыльные пузыри, там какие-то ватки, то есть поиграть в футбол этой ваткой. Для развития артикуляционного аппарата мы предлагаем, ну, самое простейшее задание – пощёлкать язычком, что очень многие запрещают родители и бабушки, но пощёлкать язычком – это мы формируем. Да, то есть у нас же язык – это мышца, и как ты её тренируешь, так она и работает. Словарный запас – это уже другое, поэтому всевозможные, там, лошадка пощёлкать язычком, облизать губы, даже вот совсем маленькому, да, можно намазать губки вареньем и попросить – облежи. Масса есть всевозможных упражнений, обычно это всё состоит из комплекса, где-то 7-8 минут, 10 минут нужно уделять этому внимания. – Желательно каждый день? – Желательно каждый день, да. – Отлично. – Потом проще будет. – Спасибо вам за такие простые советы, и ждём вас ещё от наоборот. – Спасибо. – Субтитры подогнал «Симон»! – Субтитры подогнал «Симон»!